Всем привет! С вами, как всегда, я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную Пропаганду. Последние месяцы полтора ко мне регулярно поступают запросы. Приготовь салат, говорят мне. И говорят, хватит уже мяса, давай что-нибудь овощного. Я, честно говоря, с большим трудом могу себе представить, что же такого интересного можно показать в разрезе салатов. Овощных тем более. По-моему, они все достаточно, эти идеи лежат на поверхности. Но, подумав, решил, давайте-ка сделаем так. Так как я живу в Испании, то я вам покажу два салата, один из которых наверняка вам принесут, если вы просто попросите в ресторане салат, не спрашивая, какой именно, вам принесут именно такой, какой мы сейчас приготовим. На мой вкус, называть это салатом достаточно странно. Правда, в ресторанах чаще всего его называют просто энсаладомикста, салат смешанный. То есть, они действуют по принципу. Свалили туда всю кучу овощей, какие были, видимо, на кухне, заправили соусом винегрет и принесли на стол. Или иногда и не заправили, вы на столе это все дело заправляете. И сегодня мы, разделя этот салат, приготовим этот самый соус винегрет. Правда, соус, который мы сегодня приготовим, Агюстус Кофе винегрет никогда бы в жизни не назвал. А Агюстушка у нас, как известно, король соусов и король французской кухни. Но, тем не менее, в подавляющем большинстве случаев сейчас соусом винегрет называют именно то, что мы сейчас и будем готовить. А второй салат мне нравится очень сильно. Я один раз его попробовав, теперь с большим удовольствием готовлю его сам. Чем он хорош? Если на улице жарко, если солнце, если кусок не лезет в горло, а какое-то легкое чувство голода появляется, то кружечка холодного пива и вот этот салат – это просто идеальное сочетание. Давайте приступим. Для начала нужно подготовить овощи. У меня здесь морковка и лук. Надо морковь порезать соломкой, ну и лук тоже для первого салата мы порежем соломкой. Что касается лука, его в первый наш салат понадобится совсем немного. И для первого салата его нужно нарезать тоже соломкой, поэтому переворачиваю. Так, ну и помидоры. Я их предварительно помыл. Так, первая часть подготовительная завершена. Я стал обладателем одной замечательной сушки для салата. Это его первое испытание. Несколько движений руками. Проверяем. Знаете, отлично работает. Я даже удивлён. Начинаем собирать. Сначала выкладываем салатные листья. Желательно использовать разные виды салата. Это, во-первых, более красиво. Ну и вкус всё-таки какой-никакой, но разница. Теперь рассыпаем более-менее равномерно по всей тарелке наш лук. Разложим помидорки. Теперь кучку моркови. Морковь обычно выкладывают они почему-то кучками в одном месте, в двух местах. То есть не рассыпают равномерно по всей тарелке. Не знаю, чем они руководствуются. Кстати, иногда продаётся в магазинах вот в таких вот пакетах салатная смесь. Фактически готовая для этого салата. Но, конечно, там уже всё не ахти. Там и морковь, как правило, натертая чуть ли не на тёрке. Такая не внятница. Так собирать лучше. Теперь яйцо, сваренное вкрутую. И основная составляющая, которая придаёт этому салату сытность, это тунец. Используют обычно консервированного тунца, либо в масле, либо в собственном соку. Его нужно тоже совсем немного. Для красоты, для яркого цвета, кладём пару чайных ложек. Пару чайных ложек сладкой кукурузы. И непременная составляющая средиземноморской кухни – это маслины. Зелёные и чёрные. Очень часто они кладут разные маслины. Маринованные, солёные, крупные, мелкие, с горечью, с кислинкой, с добавками. Это придаёт этому салату более такой интересный, разнообразный вкус. Ну вот, в хорошем ресторане с нежадным хозяином вам принесут на порцию вот такую тарелочку салата. Поэтому заблаговременно интересуйтесь размерами порций, чтобы не получилось так, что закажете вы салат и ещё что-то, а наедитесь одним салатом, и это ещё что-то в вас уже не поместится. Соус винигрет, как следует из его названия, он произошёл от слова винигар, уксус. Это уксусная эмульсия в масле. Значит, для этого соуса нужно использовать, если мы говорим про среднезаморский салат, энд салата де медитерания, нужно использовать оливковое масло. Естественно, оливковое масло холодного отжима. Да, я всё ещё не приобрёл хорошую красивую маслёнку. Соотношение масла к уксусу такое. Пять частей масла, две части уксуса. Уксус для соуса винигрет нужно использовать либо винный, либо яблочный. И если использовать винный уксус для этого салата, то нужно использовать белый винный уксус. У меня в данном случае яблочный. Сразу соль. И если следовать заветам из кофе, то сейчас в эту смесь нужно добавить мелко нарезанный репчатый лук, мелко нарезанный зелёный лук и немного пряной зелени. Страгона и прочего. И всё это дело взбивать. В наше время, в наши дни, чаще всего этот соус готовят, не добавляя лук, пряную зелень, но добавляя горчицу. Небольшое количество. Буквально вот такой вот горчицы. И взбиваем. Всё, эмульсия готова. Соус готов. Заправляю салат. Конечно, чаще всего в заведениях на побережье, куда вы, скорее всего, приедете отдыхать, никто не будет заморачиваться для вас приготовить соус винегрет отдельно. У вас на столе будет стоять бутылочка с оливковым маслом, бутылочка с уксусом, соль и перец. И смешивайте, как вам душе угодно. Но я вам устраиваю ресторанную подачу. Вот такая красота у нас получилась. Здесь может быть как свежая морковь, так и маринованная. Здесь может быть белая спаржа маринованная присутствовать. Здесь может присутствовать красная тонко нарезанная капуста. И свежая, и маринованная. Иногда под средиземноморским салатом рестораты понимают вот эту тарелку, в которую, кроме этого, добавлены еще вареная ветчина, крабовые палочки, и черт в ступе, и все подряд в общем. Давайте приступать ко второму салату. А, я же главное не сказал! Ведь главная составляющая этого салата, завершающая, это крупномолотый черный перец. И вот теперь это можно есть. Второй салат по составу чрезвычайно прост. Я его заказал как-то в ресторанчике. По принципу, что-то самое простое, что там было, потому что есть не хотелось, было очень жарко. Мне принесли его. Я посмотрел с некоторым недоумением на этот состав, но попробовал. Я был восхищен. Это совершенно потрясающее сочетание. Такое простое. Вот в этом, я считаю, и есть гениальность салатье. Находить очень простые сочетания продуктов, которые вместе создают совершенно потрясающий звучащий аккорд. Очень рекомендую вам попробовать. Это сочетание. Нарезаю помидоры такими... На 8 частей их разрезаю, в общем. И, кстати, плюс этого салата, очень большой, я считаю, плюс, то, что он прекрасно получается, даже если делать из прониковых, кисловатых помидор. Потому что сладости помидорные в этом салате, как таковой, и не нужно. Теперь лук. Лук для этого салата нарезается очень-очень мелкими кубиками. Его не должно быть много. Идеальный вариант, если вы найдете луковичку шалот. Она не имеет такой горечи, как вот этот лук, но свою остроту добавит. У меня сейчас шалота нет, я поэтому воспользуюсь таким. Просто положу его чуть-чуть поменьше. Теперь добавляю маслины, зеленые и черные. Крупную, желательно, морскую соль. Чёрный перец. И в данном варианте те же самые составляющие, что и для этого салата, то есть составляющие для соуса винегрет, но здесь я их добавляю раздельно, не создавая эмульсию. И масла и уксуса здесь нужно побольше, потому что это получается самая вкусная часть этого самого салата. Вымакивать её хлебом в необыкновенное удовольствие. Доминирующая нота в этом салате это яркая кислота уксуса, яркая острота перца и лука. Оливки и маслины добавляют солоноватости и такой гладкости на языке. А помидоры разбавляют всё это дело, соединяют воедино, цементируют все эти вкусы в одной мощной такой летней гамме. Ну что, снимаем пробу. Я, конечно, сразу хватаюсь за свой любимый. Фантастика! Срочно мне пиво, но оно только за кадром. И обязательно вымакивать вот этот получившийся соус. Он потрясающе вкусный. Нужен хороший свежий хлеб. Отлично! Здесь оливковое масло мягко обволакивает всё. Сдаёт свой потрясающий вкус. Но оливковое масло холодного отжима должно быть. Не устаю повторять. Оно имеет вкус. Здесь масло не для того, чтобы жирности добавить, не для того, чтобы всё было масляное, скользкое, а для того, чтобы создать свой вкус. И оливковое масло холодного отжима хорошее, вкусное, насыщенное, плотное. Здесь must have. Простите мой английский. Соединоборский салат. Ну, его у меня будет есть съёмочная бригада. А для меня вот этого выше крыши. И этим салатом я ни с кем не поделюсь. Пробуйте, готовьте. Это очень вкусный соус для заправки разных салатов. Для приготовления соуса винегрет совершенно необязательно использовать именно уксус. Там может быть, по идее, любая кислая составляющая. Лимонный сок, сок лаймов, да и даже сок кислых яблок и тоже подойдут. Будет прекрасно. Тут можно фантазировать, не ограничивая себя практически ни в чём. Вот и всё на сегодня. Надеюсь, удовлетворил ваш запрос по салатам и по овощам. Новые зрители, загляните вот в этот ролик. Там я рассказываю, где ещё можно посмотреть рецепты кулинарной пропаганды. Я ведь не только видео снимаю, очень многие рецепты не попадают в видеокамеру. Их я публикую с описанием и с фотографиями в ЖЖ, ВКонтакте, в Инстаграме. Все ссылки на эти соцсети вы найдёте под описанием видео или на главной странице этого канала в левом верхнем углу. Все ссылки активные. Заходите, подписывайтесь, а то пропустите что-нибудь интересное. Спасибо за компанию. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok